Друзья, у нас 7 февраля и вот такой сюрприз. Снежок красивый идет. Февраль такой снежный будет по прогнозам погоды. Застегивайся, Макс. Застегнись. Холодно. Мы уже почти подъехали к Максной школе. Красивая у тебя школа, Максим. Мне нравится. Как в линию встают родители, привозят свои чадо и сгружают. Каждый подъезжает потихонечку. Здесь пойдешь, Максим? Да. Ну давай. Пока. В час пятнадцать, хорошо? Да, в час пятнадцать заберу тебя. Пока, Санилочка. Ага, пока. Солнце мое ненаглядное. Я постою, посмотрю, как Макс зайдет. Удостоверюсь в том, что ребенок мой, хоть ему уже 16 лет, но он попал в школу. Так мне спокойнее. Так мне спокойнее. Все, поедем сейчас. Макс. И сегодня хочу показать вам вчерашние покупки. Вчера Макс не был в школе. И мы ездили там по делам, на appointment. Ну и плюс там скуплялись по дороге. И кое-какие вещи купили. Когда наблюдаешь за зимой из окна своего дома, это, конечно, очень красиво. Но когда ездишь за рулем, то не очень интересно. Так, друзья. И как обещала, покажу вам покупки. Покупок немножко, но денег ушло на это довольно-таки немало. Хотя покупаю всегда, вроде кажется, все недорогое. Вот, выходит в суммах 42 доллара. Тоже Ти Джи Макс 17 долларов. И вот эти сапоги тоже в Ти Джи Макс. Покупать сапоги у нас стоили 8 долларов. Вернее, 10. Вернее, 8,70 с таксой. Сапожки Би-Би. Такие очень простые, самые простые, можно сказать, на липучках. Обычно такие сапоги, они удобно носятся под такие, знаете, толстые вязаные носки. Если мы поедем куда-то гулять на гору Спакен, например, или просто даже в парк. Также купила вот такое масло эфирное. Грейпфрут. Можно добавить 5-10 капелек и в мочалку и покупаться с этим маслом. Также можно смешать с любым массажным маслом и втирать в мускулы, как бы массаж делать спину, шею, снять стресс. Пахнет вообще потрясающе. Лаванда, оранж и мята. Минт. Эти масла стоят 7,99 за 3 штуки. Сейчас хочу все запахи понюхать, потому что лаванду почему-то у меня мой организм не воспринимает. Мне плохо от нее. Лаванда как лаванда, тоже приятно пахнет, но мне от нее тошнит. Ой, оранж вообще, ребята, потрясающие запахи. Вот сколько покупала масла эфирное или масла эфирное. Бывают запахи вообще неприятные. Вот пейпермит бывает неприятный запах. Здесь очень классные запахи. Эфирные масла мне очень сильно понравились и цена нормальная. Вот, например, если покупать фирма Young Living, да, там тоже очень хорошее масло, стопроцентное, неразбавленное. Но там цены просто будут неимоверные. Мне еще нравится масло розы. Ну вот, например, в Young Living роза будет стоить вот такая бутылочка, может быть. Я сейчас не хочу обманывать это, надо зайти на интернет посмотреть. Но последний раз я смотрела, там малюсенькая бутылочка, по-моему, меньше, чем эта, стоила 80 долларов. А также еще мне нравится масло, вот это церковное. Вот, вот такое, Frankincense. Масло Ладана. Его везде в церквях православных, там в кадила, да, добавляют. И это очень-очень полезное масло. И я на себе испытала, как оно успокаивает нервную систему. Вот когда такой день очень сложный, много стресса, капаешь диффюзер и ложишься, отдыхаешь. Просто эффект потрясающий. Успокаиваешься, насколько хорошо оно успокаивает. Можете почитать больше вообще о маслах, о всех этих маслах. На интернете зайти почитать. Вы поймете, насколько это очень хорошо. Я ничего не рекламирую, просто делюсь своей информацией, то, что я знаю. Но, например, я для себя открыла вот эти масла, когда меня моя подруга пригласила на такие, как бы, рекламные лекции, акции. Там, где они людей приглашают подписываться. Знаете, есть такие пирамидные компании, где ты подписываешься, потом продаешь людям и на этом зарабатываешь 5% с продажи. Вот, я для себя тогда открыла это все. В общем, после этого я поняла, насколько это очень важно, необходимо для дома. Вот эти диффюзеры, освежители воздуха, ароматерапия. Я не рекламирую эту компанию, просто могу сказать свой отзыв, что, да, мне понравились масла. Хорошие, но, как вам сказать, дороговато здесь. Но, в то же время, если вы хотите 100% натуральный продукт, то, да, это, можно сказать, здесь все натурально. Кстати, пейперминт еще есть, я думала, он закончился у меня. Вот это я читала масло Копаеба, тоже очень лечебное. Некоторые масла можно принимать даже вовнутрь, в еду капать. Здесь в коробочке шел вот такой вкладыш. Где капсула нарисована, вот где капсула, это можно даже принимать вовнутрь. Видите, можно добавить herbal tea, это, значит, травяной чай. Например, ромашковый Копаеба. Копаеба, вот написано, его можно в ромашковый чай даже добавить. Одну капельку добавляешь, главное не переборщить. Потому что люди наши, знаете, как если уже допались до этого, дорвались до этого дела, так уже лечиться, так уже 10 капель в чай, тогда плохо может стать. А если одна капелька, то, да, нормально. Я подписалась как клиент. Когда-то через подругу свою я покупала некоторые там масла. Я покупала через нее вот такие у них есть напитки, тоже лечебные типа. Но я не почувствовала никаких изменений, честно говоря. Пропила я одну бутылку. Абсолютно ничего со мной не произошло такого. Ну, может быть кому-то помогает. А вот масла, ну, даже насчет того, что оно расслабляет, хороший запах в комнате, можно и купить. Но не обязательно в этой компании. Я же говорю, вот я купила. Мне очень-очень нравится запах. Купила диффюзер и вот эти все масла. И еще, по-моему, там одна баночка дополнительная, как в подарок шла. Если ты подпишешься, стоила это 180 долларов. Вот эти все баночки и диффюзер. Диффюзер сейчас тоже покажу. Вот, друзья, вот так он выглядит. Наливаешь водичку вовнутрь до определенной метки. И потом 3-4 капли я добавляю в воду. Получается, выходит такой, как типа пар, туман. Из него водичка. И освежитель воздуха одновременно. И в то же время ароматерапия. Оранж, минт. Вот мне понравился очень грейпфрут. И, ну, вот это капаеба можно покупать. Добавлять там себе напиток в чай. Как лечебную одну капельку. Она тоже такое, как бы не очень. Но если одна капля в чай, ничего страшного. А все остальное, вроде бы, как оно, знаете, лечебное. Но это на любителя. Такие запахи травяные, очень резкие. Почему я не стала заниматься вот в этой компании? Во-первых, у меня нет такого круга знакомых здесь вообще в Америке огромного. Но можно было бы как-то, наверное, раскрутить на Фейсбуке там, где еще там можно, да? В соцсетях. Чтобы людей приглашать, делать видео, все такое. Но это не мое. И, во-вторых, что еще можно сказать? Наши русские уже люди, они, честно говоря, не сильно, вот здесь, особенно в Спокине, не доверяют уже. Потому что очень было такое время, ну, скажем, когда мы приехали лет десять назад, все рванулись вот эти компании, например, как Эмвэй. Какая еще там компания есть? Пылесосы продавали здесь, вот такие дорогущие. Мы даже купили один, уже не помню, сколько он там стоил, ну, что-то дорого, две тысячи или три тысячи пылесос. Такой, с водой, с колбой внутри, вода, и вся пыль залетает в воду туда. И мы купили, да, мы довольны, до сих пор он у нас работает, 13 лет пылесосу, двигатель отлично пашет, короче, всасывает пыль хорошо. И вся эта пыль не вылетает там куда-то, а идет именно в воду. Это мне очень нравится, но цена дорогая. После этого как бы люди занимались этим, многие перестали верить этим людям, потому что они как вели себя в наглую, ну, как бы навязывали свой продукт, прямо, знаете, как, ну, все ради бизнеса, вот. А людям здесь надо общение, люди хотят доверия, общения, а когда человек только ради бизнеса с тобой общается, все это хорошо, когда у тебя есть куча денег. В этих компаниях надо платить очень много денег, ну, выбор за вами уже стоит, как вы хотите, можете подписываться, можете покупать, а можете дешево, дешевле вот так в магазине прийти и купить. Хотя не сто процентов, что это прям сто процентное эфирное масло, может оно разбавлено с чем-то, я не знаю. Сейчас покажу вам крема, у меня здесь такое масло, almond, ореховое масло, almond, almond, в общем, вы поняли. Так, вот такие вот артистри, это я в МВА купила, и, в принципе, могу сказать, я довольна этими кремами, пользуюсь. Никакого, никакой аллергии, кеша, никакой аллергии, кешка, никакой аллергии у меня не вызывает. Вот кто у нас кричит здесь, кеша. Коротко о креме скажу, что, да, мне понравился крем, не раздражает кожу, приятно увлажняет, запах приятный. Ну, это все, что я могу сказать об этом креме. Каждому, как говорится, надо пробовать на себе, подходит ему это или нет. Дальше, вот в TJ Maxx я купила за 2 доллара такую шапочку, найковскую, которая 15 долларов стоила. Такую шапочку я купила на посылку, вышли в Украину. 14 баксов стоила, вот тоже за 2 доллара. Это кому-то на Украину пойдет. Вот такая, вот такой тоже наборчик. 4 доллара шарф и шапка. Стоило 12 когда-то. Сейчас начала отклеивать эту бумажечку, смотрите. Не 12 долларов, а 42 доллара стоил этот набор. Сейчас 4, представляете, какая цена, скидка хорошая. Вот тоже масло эфирное покупала. Мы были с мужем раньше, до этой покупки, где-то за неделю. И ему нужно было пейперминт, как бы мятное масло. Ему посоветовали ставить в уши ватки и вроде бы должно было стать легче. Но так я у него не спросила, как у него уши. Он в рейс уехал, но он и не жаловался. Вот сколько мы созванивались, он не жаловался, что ухо болит там. Значит, масло ему, скорее всего, помогло. Если бы было бы очень плохо, он бы сказал бы мне. И в этом наборе эвкалиптовое было масло. Лавандовое тоже. Так, лемонгресс, это тоже хорошая трава такая, типа лимона, напоминает запах. И ланг, я ланг. Это масло я слышала о нем. Тоже вроде хорошее. И оранж. Так, носочки за 2,50 я купила. Вот 19,99 они стоили. По-моему, точно такие я покупала за доллар. Уже в другом Ти Джи Максе я их выложила. Так, не вижу состав. А, ну да, вот. Марино Вул. Какой-то барашек нарисован. И я думаю, с барана такого-то. Надо почитать, кто такие Марино. Не знаю, для меня это новое слово. Так, мыло уже я достала. Одно. Вот в такой красивой коробочке было мыло. Просто сейчас отнесу его в ванну. Это как, ну, чтобы мыло не прилипало к раковине. Чтобы вода стекала. Такая вот коробочка шла вместе с ним. И мыло очень тоже мне понравилось. Мы уже его используем. Сенсити. Это значит, чувствительная кожа. И такое же я купила, только синее. Так, это для лица, по-моему. Для лица. Лак для ногтей, такие маленькие, купила. Сколько лак стоит? Сейчас. Лак у нас стоит 5,99. Обожаю покупки. Наверное, для женщины это неотъемлемая такая часть, которая помогает расслабиться, как-то отвлечься от быта, от рутины. 3,99. Мыло. Тоже очень пахнет классно. Белая магнолия. Ну, забыла совсем. Купила себе штаны за 2 доллара. Представляете? Из магазина Гэб. Типа вельветовые. Ну, вот они такие для весны. Короткие бриджи, или как они там называются. Это так, выбежать в магазин. Такое под футболку, типа, знаете. За 2 доллара, что бы не купить. Даже по дому, вот на кухню одеть, и то будет хорошо. Которые стоили 15 долларов когда-то. За 2 доллара. Сейчас у нас февраль, а уже вот такие вещи на скидках. Шампунь. Тоже мне понравился этот запах. И когда-то я пробовала, что-то я хрипла опять. Когда-то я пробовала ее уже. Такой маленький тюбик покупала. Мне понравилось. И он как волос себя чувствует после этого. Ложится мягкие, шелковистые волосы. Вот оно. Запах просто невероятный. 12,99. За сколько тут? 946. Чувствий молнинг. Это вчера. Я решила порадовать себя. У меня где-то есть одна такая, но что-то она, не знаю, потерялась. Или ее кто-то переложил, я ее не могу найти. Вот такая ситочка, ситечка. Ну, для кухни, в общем, что-то там процедить. Или траву, или может даже муку можно просеять. Для чего хочешь. Или помыть там какие-то фрукты, мелкие ягоды. А, да, цена 8,99. Ну, на такой металлической ручке. Видно, что металл такой крепкий. Не гнется. Некоторое тогда тронешься, оно уже сгинается. А это нормально. Так, вот, это немножко помягче. Ну, тоже жестенькая такая, 4,99. С силиконовой ручкой. Это для пиццы разрезать. А это для фруктов. Ну, типа, знаете, вот когда хочешь украсить какой-то десерт. Или сделать салатик фруктовый. Это такие кружочки. Например, арбуз кружочками там вырезать. Или дыню. Или драконий глаз, да, есть. Как еще оно там называется, этот фрукт. Забыла как. Ну, в общем, драконий глаз в народе его называют. Киви, да. Ну, что угодно. Такой фруктовый салатик. 42 доллара мы потратили вчера. Так, салфеток набрала. Салфетки у них, вот, смотрите, их стоили, это же 13 долларов. Праздничные салфеточки. Очень высокого качества. По доллару. Вот эта пачка была у них сейчас по доллару. Потому что уже прошло Рождество, Новый год. И они вот такие вещи полностью на скидки делают. Ну, а нам на стол вот детям вытираться, какая разница. Они красивые по доллару. Такие маленькие пачечки по 65 центов были. Вот эта дешевле чуть-чуть, там 80 центов, по-моему. В общем, когда красная такая бумажечка, это, значит, 80% от вот этой суммы. Ну, вот еще тут солененочком таким рождественским. Так, и что у нас еще осталось? Вот сок, ребята, смотрите. Манговый нектар. Просто потрясающий вкус. Настоящая манга. Прямо мякоть видно, видите, прям вот. Натуральный сок. 3... Ой, 2,99... Сори. 2,99. До 2019 года все в порядке. Бутылка стеклянная. В общем, дорого, но очень вкусно. Тоже мне напоминает вкус. Когда-то, когда мы еще жили в Украине, в детстве, на ралет... Мне было лет 12, я ездила в лагерь. От христианской церкви баптистской. Тогда моя бабушка туда ходила и меня как бы водила в детстве. Вот. И был такой лагерь для детей. Где-то, не помню в какой местности, ну, около моря где-то нас возили. И вот американцы приезжали в гости. Привозили в маленьких таких бутылочках манговый сок. Точь-в-точь такой вкус. Просто классный вкус. И мне напомнило это мое детство. Я уже не раз покупаю этот сок. Почему я так уверенно... Ой, хоть бы не разбить. О нем рассказываю, потому что это я уже, наверное, раз пять его там покупала. И всем очень нравится этот сок. Вот так, мне замотали бумагу. Малиновое варенье. Сейчас я спасаюсь малиновым вареньем. Малиновым вареньем. Тоже. Ну, на вид неплохое. Не знаю. Я вот покупала недавно. Мне очень понравилось. Единственное там... Ти-Джи Макси варенье, которое... Мы очень быстро его съели. Баночка была поменьше. Но стоила доллара три. Сейчас покажу вам баночку. Мы ее уже использовали. Но я хочу запечатлеть даже для себя эту фирму. чтобы знать, какую покупать. А вот эту я еще не пробовала компанию. Но попробую тоже. Может, потом отзывы оставлю. Так, вот, друзья. Сейчас, наверное, веду резкость. Так, вот, друзья. Видите? Разборит джем. Компания, наверное, Lord Layton. У нас, по-моему, так. Триста восемьдесят грамм. Два девяносто девять. Это дороговато, но очень-очень качественное варенье. Было очень вкусное. Мне понравилось. В общем, вот, мой отзыв о нем. Мне понравилось. Все, друзья. На этом я свое видео заканчиваю. Кешка опять орет. Всем хорошего настроения. Отличной зимы. Чтобы у вас была красивая зима и не очень холодная. И будьте здоровы. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик. И что еще можно добавить? В общем-то, наш канал семейный, как вы заметили. Развлекательный. Иногда детские видео появляются. Подписывайтесь. Мы будем рады новым друзьям, новым подписчикам. Всем пока-пока.